Добрый день, зрители канала Атака Медиа! Сегодня у нас на канале прекрасный ролик, я люблю такие снимать ролики, которые, по сути дела, эксклюзив. Сегодня мы вам покажем то, что в Украине еще никто никогда не делал распаковок, никто никогда не делал обзоров на этот девайс. Сегодня у нас новое, тактическое цевьё для автомата Калашникова от компании Круг. Это новинка, это модель 2021 года, появилась буквально на днях и у нас по сути эксклюзив, который позволяет снять для вас интересный ролик по распаковке, рассказать что к чему, что как, все показать внимательно. Это цевьё для автоматов АКМ, АК-74 и их складных версий. Это АКМС и АКС-74. Чем интересно это цевьё? Тем, что в нем присутствует интерфейс МЛОК, запатентованный компанией МакПул и которой компания Круг официально есть лицензия на производство этих девайсов, как бы, таких креплений на своих цевьях. Поэтому сегодня мы открываем, как говорится, с пылу, с жару, прямо с производства, новую упаковочку. Сегодня снимаем для вас распаковку этого интереснейшего цевья, на мой взгляд. И вам всё внимательно, детально рассказываем, показываем. Вы устраиваетесь поудобнее. И я думаю, вам этот ролик очень-очень понравится. Мы верим в украинских производителей, мы верим в то, что это всё очень нужно и важно. Начинаем. Итак, дорогие друзья, что сразу бросается в глаза? Даже в самой упаковке вы видите, что это цевьё явно будет короче, чем та модель, которую мы вам показывали раньше. То есть, ранее более длинная модель цевья, она сейчас, в принципе, пакуется примерно одинаково, но коробки очень похожи. Показан внешний вид изделия, маркировка производителя и маркировка названия. То есть, предыдущее цевьё, которое мы снимали вам раньше, вот оно имеет вот такую маркировку. Очень приятно, что сейчас все цевья покрываются покрытием CERA-COT. То есть, это устойчивое, отличное оружейное покрытие. И изделие выглядит в нём просто идеально, просто современно, просто как у самых крутых европейских, американских производителей. Большой респект компании Круг, потому что они освоили эту технологию, и сейчас практически все их ложа, цевья, другие изделия покрываются этим покрытием, причём в разных цветах. Это может быть и койот, олива, чёрный. Что касается этих упаковок, вы видите, что среднее цевьё, оно в более короткой упаковке, но при этом точно так качественно как бы нанесены все маркировки, QR-коды, аббревиатура. Более того, что мне очень нравится, то, что упаковка проклеена, и вы видите, что есть маркировка, что запакована выробняком. То есть, вы уверены в том, что вам приходит именно то изделие, которое компания Круг сюда упаковала, именно то изделие, которое вы хотели получить. По упаковке, да, они стали в общем таком стиле, и маленькие цевья сейчас тоже в других коробочках имеют примерно такую же упаковку. Она мне очень нравится, очень информативная. Мы видим, что это средняя цевька с крепленными улок, маркировка, покрытие цирракот, арморблэк, чёрный цвет, то есть полностью информация и внешний вид того изделия, который вы хотели заказать. Кстати, да, по цене. Вот уже есть маркировки по ценам. Значит, видим, что по отношению к длинному цевью, среднего размера цевьё, оно значительно дешевле. То есть, вы экономите и по деньгам в том числе. Так, ну давайте переходить непосредственно к распаковке. Упаковка, кстати, хорошего такого картона. Чувствуется, что надёжная упаковка и предохраняет во время транспортировки. Что мы видим внутри? Из приятных новостей, значит, компания круг стала, если вы видели предыдущую нашу распаковку, вы видели, как это было. Всё просто, целлофан и всё. Из хороших новостей то, что компания круг сейчас делает распечатку. Вот такая, это инструкция по установке. То есть, она точно так же имеет очень подробные иллюстрации, более того, они пошаговые. То есть, каждый вот крок 4, это шаг 4, шаг 5, шаг 6. То есть, каждое действие, которое вы делаете, вы смотрите, если что-то там сами тупите, заглядывайте в инструкцию, а не тогда, когда уже всё поломали, как бы и после этого смотрим инструкцию. То есть, вы чётко действуя пошагово по инструкции, описание, шаг 1, шаг 2, шаг 3, то есть, всё, идёте, 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 и в инструкции до самого последнего шага очень чётко прописана вся установка, как устанавливать накладки, так и так далее, и так далее. То есть, мне это тоже очень нравится. Более того, инструкцию вы можете не выбрасывать. Видно, что такое крафт бумага такая, на хорошего, долгого сохрана. Дальше, полиэтилен. Значит, здесь мы ничего не видим, это просто уплотнение коробки. Из приятных новостей, опять-таки, что я вижу здесь. Как обычно, компания Круг даёт не просто изделия и не просто винтики, а всегда в упаковке есть инструменты, которые необходимы для установки. То есть, если необходимы шестигранники, вот они. Если необходима ключ-звёздочка, она, вот она. То есть, компания Круг не скупится на то, чтобы положить в упаковку инструмент для установки изделия. То есть, вы, более того, эти же инструменты можете хранить у себя в оружейной, как говорится, приблуде, ну, сумочки в какой-то подсумке. То есть, у вас эти шестигранники, звёздочки всегда могут быть под рукой, если нужно там снять или что-то отрегулировать, настроить, дожать и так далее. Потому что многие производители, они дают просто вот само изделие, а дальше у вас подразумевается, что какие-то ключи, какие-то шестигранники уже должны быть. А если нет, ну, идите на магазин, покупайте, либо на базар и, соответственно, покупайте за дополнительные деньги. Здесь это всё есть, здесь это в комплекте. Более того, видно, что не просто там за копейки какой-то, а, видимо, нормальный, как бы, ключ с хорошей пластмассой и так далее, и так далее. Это приятно. Идём дальше. Нам знакомые, давайте попорядку, самых больших деталей. Начнём. Значит, непосредственно начнём с целья. Посмотрите, кстати, как мелочь, а приятно тоже. Вот верхняя часть полиэтилена, которая прокладывала пустоты, и вот как между цевьём и мелкими деталями продолжена ещё строить плёнка, которая делает зоны в коробке. То есть не просто навалом всё лежит, а аккуратненько разложено, и это показывает, ну, хорошее отношение к клиенту со стороны компании Круг. Это нравится. Детали. Видите, что тоже она упакованная. То есть это не специально готовилось к видео. Это уже серийное изделие, которое, по сути дела, просто со складом мы забрали. Вскрываем. И вот оно непосредственно самого цевьё. Скажу, как пользователь более длинного цевья, который мы уже вам снимали, у меня на карабине такой же стоит. Первое же ощущение то, что цевьё лёгкое. Очень приятно лёгкое, вот практически невесомое, даже несмотря на свои достаточно большие габариты. Как мы видим и с длинным цевьём уже предустановлены детали, непосредственно которые входят в взаимодействие со ствольной коробкой, которые входят, охватывают ствол. То есть некоторые детали, которые необходимы, они уже предустановлены. Как я всегда говорю, компания Круг уделяет особое внимание мелочам. То есть вот и логотип компании, и маркировка изделия, и логотип M-Log крепления. То есть это всё вот звёздочки, вот крепления. Посмотрите, как подогнаны детали. Вы видите? То есть это говорит о том, что проектирование и производство осуществляется на очень высоком уровне. То есть все вот эти мелкие выборки, посмотрите, как это всё аккуратно сделано. И я всегда, когда беру новые изделия компании Круг в руки, я просто, ну у меня просто слюни текут, насколько это всё аккуратно и классно сделано. То есть это чувствуется не просто инженерный качественный подход, а и отношение даже тех людей, которые собирают это изделие массово. То есть они же не делают там одно или два изделия. Это делается сотнями. И тем не менее, посмотрите, как всё аккуратно подогнано. То есть все винты, все стыки, насколько это всё аккуратно и насколько это всё качественно и сделано. И покрытие, без пятен, очень аккуратно. Мне нравится. Дальше. Обращаю внимание Дашу. Вы видите, очень задняя часть, очень похожа на то цельё, которое длинное было, но немножко претерпело изменения в передней части. Вот появились новые отверстия. Раньше тут был такой паучок. Сейчас, видимо, как-то это всё будет по-другому. Так, поставим, чтобы не поцарапать аккуратненько. Да, в этой упаковке мы видим такие же кронштейны для накладки на газовую трубку. Всё как бы за это. Как-то будем сейчас скрывать. Вот здесь бы, конечно, да, хотелось бы указать, что, наверное, край вот этой плёнки надо, наверное, всё-таки при упаковке как-то подворачивать, чтобы было понятно, с чего надо начинать открывать. То есть, видно, что стрейч-плёнка в несколько слоёв, но с чего стартовать, как бы не очень понятно. Кронштейны. Кронштейн. Кронштейн вижу, что точно такой же, как на длинном цевье. И, судя по всему, они взаимозаменяемы. Тоже посмотрите, видите, как уже гаечки всё аккуратно сделано, чтобы она плотненько зашла. Металлическая резьба, соответственно. Деталька алюминиевая невесомая, а винтики крутятся не в резьбу в алюминии, а есть специальная металлическая гаечка заподлицо. То есть, резьбы будут служить долго. Это хороший показатель. Ну, соответственно, этих деталек две. Что мне не очень нравится, так это вот непонятно с какой стороны открывать стрейч. Но, как в них будет крепиться вот через вот эти вот овальные отверстия она встанет на место и винтиками закрепится вот в этом положении. То есть, мы можем установить цевьё без накладки на газовую трубку, а можем установить, когда поставим вот эти вот опоры и сверху встанет накладка на газовую трубку. Уверен, что она точно такая же, как и в длинном цевье. Тоже вот обратите внимание, да, не просто как бы в полиэтилене, а ещё дополнительно вот заложено в такую как бы, чтобы нигде не ударилось, нигде не поцарапалось. То есть, много элементов, которые связаны с надёжным хранением, надёжной транспортировки. То есть, вы получите изделие в качественном, хорошем виде. Не поцарапанное. Ой, 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 неубитное. То есть, даже только такие рукожопы, как я, конечно, могут уронить, но в целом вот. Да, накладка на газовую трубку, она точно такая же, как в длинном цевье, как в моём карабине вижу тоже. Обратите внимание, резьбы, значит, тоже металлические закладные элементы. То есть, винты крепятся, будут заходить по металлической резьбе. То есть, соответственно, тоже резьба долговечная. Планка Пикатинни на верхней кромке. И что мне нравится конкретно в этой накладке на газовую трубку, она с ней не соприкасается с газовой трубкой. Она стоит как бы над ней. Очень четко подогнанные размеры. Вот сюда встанем, закрепятся, зайдут винтики и всё встанет на свои места. Газовая трубка будет проходить под этой накладкой. То есть, это будет такой, как мостик, жёсткий, стационарный, с жёстко закреплённым цевьём, который, если на неё закрепить коллиматор, то никакие вибрации от ствола, никакие вибрации от газовой трубки не будут передаваться на коллиматорный прицел. Вот. Если у вас как бы нет желания ставить эту накладку, нет желания ставить коллиматорный прицел, вы, соответственно, можете установить только одно цевьё и использовать дополнительные какие-то крепления. Дальше. Это, я так понимаю, у нас мостик, который в длинном цевье. Это, если помните, был у нас вот такой на паучка похожая деталька была. Вот опять здесь трудности немножко с открыванием, но мы доберёмся до своей цели. Да, это мостик. Значит, судя по всему, это мостик, который обеспечивает жёсткость в передней части. Вот он будет заходить сюда, встанет и зажмётся винтами. То есть, перед газовой трубкой, перед газовой камерой жёстко стянет вот эти боковушки и всё у нас будет хорошо. Так, теперь больше ничего у нас не осталось. То есть, вот у нас основные детали. Цевьё, передний мостик, два боковых кронштейна и накладка на газовую трубку. То есть, всего два, три, четыре, пять деталей. То есть, всё просто. Пять деталей, инструкция и все винты крепления, инструменты, всё здесь стоит в комплекте. Иногда люди спрашивают, что такое крепление МЛОК. Значит, где что конкретно на этом изделии крепление МЛОК. То есть, я вот этот рисунок красивый такой диагональный называю вышиванка. Он очень характерный для компании КРУК. Они нашли интересное такое решение. И в национальных как бы традициях сразу понятно, что это украинского производства изделия. То есть, мне очень нравятся вот эти наклонные такие грани. Но это не крепление МЛОК. Крепление МЛОК это вот эти вот овальные ячейки, которые повторяются с определённым шагом. Они идут как квадрейл, сделаны по бокам. Идут в нижней части, в боковых частях. И соответственно, на вот этих вот кронштейнах по бокам вот эти валы это тоже крепление МЛОК. Сюда точно также можно ставить планочки, переходники на Пикатине. И опять-таки, они значительно облегчают вес. И облегчают вес самой конструкции. Кстати, что мне нравится у компании КРУГ. Они дают вес изделия всегда в сборе. То есть, это не просто вес цевья показан, а вес цевья с накладкой газовой трубки, с кронштейнами, с мостиком, полностью вес всего изделия. То есть, в тот момент, когда многие другие производители немножко хитрят, они дают только вес одного цевья. И оно кажется легче. Но на самом деле, когда к нему добавляется накладка газовой трубки, добавляются все эти конштейны, упоры, вес вот этих всех девайсов других производителей оказывается больше и тяжелее, чем у компании КРУГ. Компания КРУГ указывает вес именно всего изделия в сборе. Это честный, правильный подход. И мне это очень нравится. И я вот чувствую, что оно просто невесомое. Даже по сравнению с тем длинным цевьем, который на моем карабине стоит, который там 400 грамм весит вот этот весь набор, тут явно легче. То есть, оно стало явно короче. И оно, соответственно, явно легче. Более того, мне почему-то очень кажется, что в ближайшее время у компании КРУГ появится еще и короткое цевьё. То есть, тенденция на лицо есть длинная и средняя. Ну, наверное, будет и короткая. И очень кажется, что вот этой передней части вообще не будет. А будет только вот этот элемент до антабки, до крепления как бы антабки. И накладка газовой трубки, наверное, будет точно такая же. То есть, соответственно, цевьё будет вообще невесомое. То есть, вот эта часть. То есть, для тех, кто не любит длинные и средние цевьи, вот этой части, скорее всего, не будет. И будет вот эта маленькая короткая цевьё, которая очень приятно лежит в руке. Очень тонкая. Очень такое, ухватистая. И с возможностью крепления МЛОК. И вот, возвращаясь к креплению МЛОК, я вам покажу, почему это приятно, почему это хорошо. Вот у нас, допустим, рукоятка от компании МакПул МВГ. Все вы знаете, что многие рукоятки, которые крепятся на Пикатини. То есть, вот эти все такие штучки, раньше любили делать Пикатини со всех сторон. По бокам делали такие квадрейлы и всё остальное. На сегодняшний момент, вес ручек, и, соответственно, крепление, и вес оружия, все хотят сделать немножко легче. Соответственно, вот видите, как оно соприкасается. То есть, вы можете поставить... Оно зайдёт вот в серединку. Вы можете поменять шаг. И рукоятку двигать в том направлении, там, где вам удобно. То есть, меняя шаг переустановки, вы, соответственно, можете выбрать любое положение рукояток, креплений для лазерных целеуказателей, для фонарей. То есть, всё, что вам необходимо. При всём при этом, у вас эта ручка минимальным весом обладает. Она не находится в верхней части вот эти мощные такие крепления, которые обжимают планки Пикатини. А изделие, оно очень компактное. Становится без лишних... без лишнего веса. Становится без лишних каких-то элементов. И поэтому общая сборка получается значительно легче и значительно проще. То есть, когда мы установим сюда металлические шайбы и винты, которые входят в крепление самой ручки, вы просто что делаете? Вставляете в ручку в необходимое место на цевье, там, где вам удобно по длине. И потом длинной отверткой или шестигранником начинаете проворачивать винтик. И, соответственно, когда вы начинаете крутить, гайка с внутренней стороны повернётся на 90 градусов, и ручка зажмётся. Когда снимаете, соответственно, вы начинаете откручивать винт, гайка повернётся обратно, и изделие, ручка там или упор какой-то для руки легко снимется. То есть, крепление блок на сегодняшний момент, оно очень надёжное, очень простое и очень лёгкое, что самое главное. То есть, у вас и цевьё, и все девайсы, которые вы на него одеваете, получается в общей сборке значительно легче, чем подобные девайсы, которые одеваются на планку Пикатинни. Это сильная сторона, опять-таки. То есть, все изделия аккуратные, ажурные, лёгенькие, надёжные. То есть, это такая температура устойчивая, стеклонаполненный такой полиамид, который надёжный, не бьётся, не трескается на морозах. Компания МакПул – это тоже мировой лидер, по сути дела, в производстве всяких шняг для оружия и тюнинга для оружия. Чего желаем и компании Круг. То есть, видно отношение и качество изделия. Знаем то, что эти изделия уже поставляются в другие страны, и в Европу, в Америку, в Канаду. Поэтому мы желаем компании Круг, чтобы они получили такую же мировую известность, как компания МакПул. Вот. Ну, а теперь, если вам вот эта первая часть всего этого ролика была очень интересна, я вас приглашаю ко второй части ролика, в котором мы попробуем это цевьё уже установить непосредственно на автомат, на карабин, и, соответственно, посмотрим, как это происходит. Легко ли это, сложно ли это, какие есть подводные камни, нужна ли нам будет инструкция и пошаговые её применения, или мы всё это сможем сделать интуитивно сами. Давайте попробуем и проверим. Приглашаю вас в офис компании Атака, где мы попробуем всё это установить на подопытный автомат АКС-74. Смотрим следующую часть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok